Мастер импровизации, человек с невероятной харизмой, а фамилия его слишком известна. Леониду Куравлёву 85. Даже непутёвые персонажи в его исполнении получаются настолько обаятельными, что просто не могут не вызывать симпатию. Алексей Зотов о том, когда счастье постучалось в двери Леонида Куравлёва, о какой несыгранной роли он жалеет и какими книгами зачитывается на съёмках. А мне на диете сидеть ни к чему. Я замуж выскочить не собираюсь в 42 года. Впрочем, перед съёмками Куравлёва всё-таки пришлось посидеть на диете. Зато потом Данелия говорил, Леонид настолько достоверен в своём Афоне, что даже у него было ощущение, что на студию привели настоящего непутёвого сантехника. Совести-то у меня во! С прицепом! А времени нет! Данелия хотел, чтобы зрители Афоню не презирали и осуждали, а искренне полюбили. Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь! По сценарию фильма «Начало» герои Куравлёва и Чуриковой должны были оказаться счастливыми в одной постели. Но в очередной затянувшейся съёмочной паузе Куравлёв во весь голос запел модную тогда мелодию. И сперва Опешев, режиссёр Глеб Панфилов, решил так и снять эту интимную сцену. В редких разговорах, на которые когда-либо соглашался Куравлёв, он всегда делал две вещи. Жаловался, как не любит интервью. Как я их не люблю? Как я их не люблю? И на мгновение превращался в одного из своих киногероев. Я артист больших и малых академических театров. Сейчас новый день. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Тот самый счастливый случай в юности свёл его с Василием Шукшиным. Он доверил начинающему Куравлёву сразу главную роль. В картине живёт такой парень. А то ведь пойдёшь с какой-нибудь, и вот она начинает тебе про своих же подружек. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Из несыгранных ролей Куравлёв жалеет лишь об одной. Исаул Ларько, правая рука Стеньки Разина. В фильме, который Шукшин не успел снять. Его смерть потрясла Куравлёва. А через несколько дней он видит по ТВ это интервью, где любимый режиссёр хвалит его. Когда я видел, что не хватает, я не могу остановить слёд, потому что вклад Шукшин, которого я безумно любил. Вот Леонид Куравлёв как раз из тех актёров, которые знают, что успех достаётся очень нелегко. Его Шуру Балаганова называют дураком до гениальности. Этой ролью в «Золотом телёнке» Куравлёв зажёгся словно от спички, поднесённой режиссёром Шрейцером. Твой Шура – это дворняга, ищущая хозяина. Командор! 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 Ты смотришь, ты всё переживаешь, сочувствуешь этому герою. И радуешься, что у него что-то получается. За зверей смотрели. А ведь это дорого, их держать-то. Это сколько он за сутки сожрёт-то. Виртуозно играя Простаков, сам Куравлёв совершенно другой. Зачитывается на съёмках Гоголем или Ницше. И на первое место всегда ставит семью. Каждый день он звонил своей жене Ниночке. Как Вася, как Катя. Это как дети. Вот это его привязывало. Это редко встречается у нашего брата, у артиста. Такая забота. А вы всегда такой? Какой? Громогласный. Не только в командировке, а дома, как увижу жену, так сразу тише воды и ниже всяческой травы. Сантиметров и так надо. Даже героев второго плана, как в фильме «Суета-сует», Куравлёв играет наотмашь. Так, словно сам прожил всю их нелёгкую, но весёлую жизнь. Он не подлец, он дурак. Таких не бросает, а на руках носит. Как настоящий мужчина. Он расцветает, и в нём есть, и горит глаз, и на эту посмотрел, и на эту. Он... Это не импровизация. Это умение видеть, слышать, понимать и отвечать на ситуацию. Нагляд! Пощечина при исполнении. Куравлёв давно не даёт интервью. Говорит, слишком много написали небылицы, каждая как пощечина. И не снимается в кино. Шесть лет назад сыграл сельского священника, почти затворника. С таким же знакомым юмором и взглядом. Вот когда умрёт, тогда и приду. Так и передай. Этот день рождения, как и все последние годы, Леонид Куравлёв проведёт без помпы и гостей. В том счастье, которое он для себя выбрал сам. Среди самых близких людей. Счастье, пожалуй, в том, чтобы уметь, будь оно всё неладно, чувствовать себя счастливым. Я счастливый человек. Счастливый. И ещё раз счастливый.